Первое, с чего начинается продвижение сайта, на самом деле, это анализ конкурентов, а не семантическое ядро, как многие думают. В первую очередь мы всегда анализируем конкурентов. И в этом видео я, Николай Шмичков, постараюсь рассказать вам определенные наблюдения, которые я сделал при анализе конкурентов в разных нишах. И сегодня я хочу донести главную мысль, что нужно проверять в анализе конкурентов, на что нужно обращать действительно внимание, чему нужно уделять при будущем продвижении сайта, ну и, конечно же, что мы в компании SEO Quick делаем при SEO-анализе конкурентов. Досмотрите видео до конца, здесь будет много полезного. Анализ конкурентов – это особый аудит, который мы проводим по сайтам для наших проектов. В частности, что мы делаем? Мы, когда изучаем семантику, когда изучаем список конкурентов по выдаче, мы смотрим, с кем мы реально будем конкурировать. Список конкурентов вы можете составить самостоятельно. Если уже вам трудно их составить самостоятельно, вы можете поискать их вручную. Например, сейчас я покажу, как можно искать конкурентов ручками, при помощи платных сервисов или бесплатно. Первое, с чего мы начнем поиск наших конкурентов, конечно же это поисковая система google или яндекс в гугле само собой вы должны выбирать по основным рубрикам кого вы будете видеть как выбрать главные маркерные ключи на самом деле действительно может оказаться сложно но в принципе можно к этому подойти очень просто в первую очередь допустим вот у нас будет бизнес заниматься продажей настольных часов это один из наших клиентов поэтому на его примере мы как раз тот момент рассмотрим как найти допустим конкурентов по бизнесу продажам настольных часов конечно же надо вбить сам запрос настольные часы настольные часы настольные часы купить и конечно же кого мы увидим выдачи мы собственно и увидим почему я вижу санкт-петербург я использую плагин location guard он позволяет мне выбрать конкретную точку на карте я могу выбрать фиксированное положение и ткнуть мне где нравится и действительно смотреть место которое я буду изучать вот здесь действительно это очень удобно едем дальше потом мы собственно смотрим список сайтов и можем их соответственно себе сохранить мы можем выловить все сайты которые занимаются продажей часов открыть их виде ссылочек и тому подобное и посмотреть кто у нас будет для удобства мы например пользуемся стулом который позволяет скачать быстро выдачу и таким образом ее сохранить в этом плане я мы воспользуемся сейчас в excel соответствующей форме берем формочку открываем ее и переходим для этих целей мы нажимаем выдачу и сохранить выдачу вот вот мы ее сохранили тут 100 страниц линке title description вот мы собираем вот они у нас все получились странички которые продают теперь что мы видим мы видим огромное количество разных сайтов конечно же что нам нужно сделать нам нужно выбрать сделать анализ по ним доменов давайте проверим домены этих сайтов при помощи нашей утилиты мы заходим seo quick.com.io заходим утилиты и сохраняем эти утилитки это очень простой метод быстро работать с выдачей сохранять ссылки вам это пригодится в дальнейшем когда вы будете изучать какие страницы висят по какому запросу поэтому заходим утилиты утилита которая превращает домены в список url обязательно пользуемся ссылочку на tool я оставлю в описании вставляем сюда и конвертируем получаем список доменов которые мы можем смело себе добавить рядышком вот она ставит description вот наши домены вот наши домены с кем нам нужно будет работать понятно что когда мы соберем все домены мы поймем по каждому запросу с кем мы будем конкурировать и уже ручками выбрать тех кто нам нужен не составляет никакого труда вы можете для удобства сразу проставить позицию того или иного домена да пока по важному ключу вот и потом уже заняться анализом то есть например вот здесь вот у нас был настольные часы запрос и вы можете вот так сопоставить всех домен это ручной метод сбора выдачи на самом деле можно собирать их другими методами но многие сеошники пользуются и таким простым подходом и действительно можно так работать второй способ конечно же вам нужно будет воспользоваться каким-то платным сервисом платные сервисы характеризуется тем что они уже изначально собрали большие базы и вам нужно просто уже воспользоваться готовыми вариантами плюсы такого метода заключается в том что это быстро и просто а минусом является что возможно сервисы не знают что-то по вашему региону мой метод позволяет посмотреть в конкретном регионе то есть вы можете выбрать конкретную точку а вот этот метод не его знает все сеошники его на всех курсах рассказывают пользуетесь просто бесплатными платными тулами которые существуют вот здесь что мы делаем мы выбираем поисковую систему как вы видите яндекса есть свои вариации у гугла вариации особо нет ну то есть у гугла как говорится только страна то есть нельзя вот так выиграть как я сделал сейчас предыдущем ну окей берем санкт-петербург настольные часы и смотрим выдачу так секундочку мы должны зайти сначала вот смотрим выдачу и смотрим что мы увидим мы видим что есть запросы семантика и конечно же нам нужна вкладочка конкуренты или компетитерс вот сейчас мы смотрим непосредственно конкурентов если в момент тулы всегда отличается ну довольно таки они хоть и работают но не всегда быстро логично потому что они работают с большими базами данных базы данных у этих тулов обновляется с определенным периодом поэтому та информация которую вы увидите может быть устаревшая на несколько месяцев но в целом для анализа конкурентов эти данные не важны и вы действительно убедитесь что этим можно воспользоваться и конечно же что вы увидите вот мы видим наши конкуренты по тематике мы видим яндекс сам себе rig markets ru это явно какой-то агреатор теору это конструктор я витрина явно конструктор 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 вайлдберрис это агрегат агрегаторы конструкторы и мы так толком и не видим а кто будет нашим реальным конкурентом и видим какой-то bestwatch вот мы можем увидеть dns shop на него можно посмотреть если минус что они открываются почему-то все кстати они они в виде ссылочки а ну да здесь же для удобства dns shop вот собственно магазин уже по продаже часов так явно что-то не хочет нормально открываться сайт откроем его ручками и все инструменты подарки маркет как вы видите что на нормальных конкурентов на самом деле стул вытаскивает очень тяжело в то время как здесь в нашем методом мы натащили тут мы и выделили без вочи dns shop без особых проблем то есть мы увидели они все находятся да тут если лерой мерлин мерлен и тому подобные магазины hoff например можно посмотреть что это за магазин вот и собственно это гипермаркет всего и вся но он тоже занимается данной тематике часами едем дальше список конкурентов вытащить мы смогли а теперь нужно будет изучить как они продвигаются в первую очередь на что мы должны смотреть у любого конкурента есть несколько ключевых критериев которые мы смотрим да теми же платными сервисами платными сервисами мы должны смотреть в первую очередь у конкурентов это общую картину его так называемой поисковой динамики что с ним происходит растет он падает стагнирует то есть что непосредственно с ним происходит какой у нее тренды по трафику какие у него тренды по ключевым словам то есть собственно как он занимает здесь действительно помогают платные сервисы и они очень в этом деле помогают какие страницы ему приносят топ трафика это тоже очень важный критерий но можно найти те страницы которые ему приносят мало трафика и не входят в топ 10 ключевых запросов например вы сможете найти страницы где непосредственно слова не входят топ 10 и по каким-то причинам собственно не дают ему должное количество трафика в этом можно делать при помощи тех же самых фильтров от сегментировал ключевые запросы которые не дают трафика но под ним высокая допустим конкуренция ну и можно такие запросы выловить и понять что этот конкурент здесь слаб этот конкурент здесь слаб и зачем это нужно мы об этом расскажем дальше следующее что нам нужно будет сделать это совместить все данные в неких сводных таблицах и сейчас я покажу собственно как мы работаем когда совмещаем сводные таблицы для того чтобы понять как конкуренты собственно взаимодействуют друг с другом и на что нужно обратить внимание на этой просто сводной таблицы мы можем увидеть в принципе общую картину по каждому конкуренту здесь для удобства собраны все конкуренты и наш сайт уже сразу со скачанными метриками метрики здесь взяты собственно из серп стата и на что мы можем обратить внимание да как каждый конкурент движется по каким методам кто активно использует контекстную рекламу кто активно продвигается за счет чистой органики и у кого действительно проблемы с просадкой органики на фоне нас тоже те кто находятся внизу под желтой чертой это конкуренты которых мы мягко говоря подавляем подавляем по определенным запросам но мы не исключаем их в целом на них тоже нужно обращать внимание и есть конкуренты с которыми нам нужно соревноваться которые действительно занимают трафик и ключевые цифры которые мы здесь смотрим это количество появляющихся новых ключевых слов которые регистрируют сервисы и конечно же так называемую просадку по ключевым словам которые теряют сайты что это значит это значит что эти сайты по каким-то внутренним причинам теряют позиции теряют позиции значит они где-то слабы у них контент в этих местах где-то слаб и соответственно я бы обратил внимание на сайты конкурента 5 по данным сообщения в гугле он явно и 4 конкурент активно проседают 3 тоже при этом 1 2 не проседают практически и здесь вот я бы обратил внимание что на них бы я бы смотрел последнюю очередь первых двух я бы не давил но я бы искал слабые места вот непосредственно в этих конкурентах именно в них мы и нашли слабые места для этого клиента и конечно же сейчас исправляем заключается суть том что ваша цель выловить эти запросы по которым просаживаться конкурент сравнить эти запросы по конкуренции что реально по ним выдача происходит какие сайты находятся в выдаче по этим запросам потому что скорее всего топовых в этом не увидите именно вот монстров это можете не найти потому что они просаживаться они теряют позиции кто-то выходит другой и есть способ с ними побороться именно вот такого рода сводной таблички и нужно делать для того чтобы вычислять с какого сайта делать анализ а затем уже забивать эти сайты тот же серпстат и качать те позиции которые у них просели и это собственно делается очень удобно в разделе собственно когда вы исследуете ключевые слова того или иного сайта и конечно же можете их изучить например у этого сайта можно увидеть что просаживать тоже огромное количество ключевых слов и вот можно зайти в отчет кейворды и изучить те у которых идет позиция там position change там n position change где мы где мы позиция change позиция decrease и собственно нас же интересуют слова с определенным трафиком и соответственно не between greater там больше единички нас интересуют запросы у которых там какой-то адекватный трафик и можно найти те запросы у которых собственно позиция просела только здесь не or надо было делать здесь мы собственно да маленькую ошибочку допустили когда вы пользуетесь фильтрами серпстата обязательно используйте параметр and для того чтобы объединить их в одни в единый в единое условие и тогда собственно это очень удобно можно увидеть где просели и потом уже скачав результат можно выловить какие конкретно страницы просаживаются по каким конкретно страницам идет просадка по трафику как вы видите можно увидеть да что вот уступает место по запросам часы мужские по часы кассе часы ориент понятно что если нас интересуют настольные конечно же мы попытаемся зацепиться по запросу работаем ли мы с настольными часами или нет следующий способ поиска слабого контента при помощи тех же платных сервисов это конечно же поиск страниц которые не дают трафика да на самом деле у сайта у которого сотни тысяч страниц трафик могут давать всего лишь небольшое количество и это нужно прекрасно понимать не по всем страницам конкуренты получают трафик поэтому поиск слабых мест это то что мы делаем когда изучаем конкурентов конечно же этот метод не такой простой как кажется да понятно что нужно использовать те страницы которые не дают трафика но с ними еще нужно работать как это делается вы берете список страниц вашего конкурента допустим в том же серп статьи и заходите в отчет топ страницы например на этом же конкуренте мы можем зайти в отчет топ страницы увидим что да действительно вот тут огромное количество страниц дают ему трафик то есть можно увидеть там по количеству ключей но мы берем непосредственно странички которых допустим так вот например если мы возьмем этот итоговый отчет скачаем то в итоговом отчете который мы скачаем мы можем отсортировать и странички где органическая органический трафик минимален и собственно уже в готовом отчете с этим поработать для других целей у нас конечно же можно использовать ахревс и в ахревсе мы сделать можем тоже самое в ахревсе мы можем выловить сейчас список страниц и конкретно посмотреть их например вот мы заходим вбиваем точно также bestwatch единственный нюанс ахревс не работает с яндексом вы должны отдавать этому отчет он работает только с гуглом и всю информацию тащит только оттуда берете информацию топ страницы этот отчет и конечно же берете те стары допустим запросы да то есть где трафик собственно составляет небольшое количество слов то есть допустим наша цель это там где уже говорится трафика единицы и вот вот здесь вот смотреть каким запросам да мы занимаем слабую позицию и вот эти уже странички выкачиваете с отчета изучать и по этим страничкам работать понятно что тут надо уже внимательно смотреть вот например видим что наручные часы вот толком не ранжируется по виду наручных часов они ранжируются да но можно посмотреть где они там по каким запросам эта страничка должна аранжироваться аранжируется не по запросу наручные часы это явно видно что страничка немножко не релевантно поэтому если вот изучать внимательно слабые страницы но изучив странички с ключевые слова с высоким трафиком можно зацепиться за эти самые страницы допустим traffic from keyword допустим давайте от 20 и вот мы посмотрим сейчас сколько страниц мы увидим и конечно же здесь можно заметить какие странички да допустим находятся на каких местах и вы увидите там что золотые часы страничка занимает всего лишь шестую позицию этого сайта то есть можно побороться например за вот эту страничку и и уже изучаете смотрите то есть как она работает по каким запросам наранжируется и собственно с ней на работает изучайте контент и ищите слабые места собственно поиск слабых страниц это самая кропотливая работа над которой действительно работать сиошник найти у мощного конкурента вот эти вот дыры в контенте обратить внимание где он слаб и сказать действительно эти страницы мы будем развивать это действительно то что должен делать seo специалист и давайте теперь разберемся чем же действительно отличается все топовые сайт топовые сайты конечно же отличает наличие действительно высококачественных обратных ссылок конечно же у них всегда классный контент классная юзабилити вы можете это когда будете изучать конкурентов заметить это есть у каждого помните что если вы хотите их переранжировать ваше качество страницы юзабилити страницы качество контента на страницах не должно уступать поисковик не пропустит пятерку лучших сайтов ваш слабый сайт точнее если он попадет он попадет туда случайно как словно безбилетчик да в трамвай на самом деле все должно соответствовать намерениям пользователей и конечно же сейчас мы переходим к следующему разделу это ссылки согласно исследованию брайана дина вы можете заметить сейчас я включил перевод этой статьи они действительно проанализировали seo и коротко что они выяснили что да ахревса есть свой собственный рейтинг и он напрямую коррелирует действительно с количеством ссылок то есть ссылочная авторитет сайта практически равен доменному рейтингу охребс поэтому этой этому попугаю который придумал охребс можно доверять и что очень важно что результат сайтов которые находятся в топ-1 имеет в среднем 3,8 больше ссылок чем позиции от 2 по 10 место количество внешних ссылок сайта который занимает топ-1 обычно гораздо больше и здесь действительно трудно поспорить команда брайн-1 направила действительно масштабное исследование и эти выводы действительно подтверждаются практикой я когда изучаю конкурентов действительно вижу именно такую же картину по если по запросу находится сайт который занимает первой позиции а мы 3 4 у него обычно реально в три раза больше ссылок именно в количество доменов которые ссылаются вот и конечно же не обнаружили пока никакой корреляции на текущий момент между пейдж спидом и первой позиции в гугле пока эта корреляция незаметно почему скорее всего потому что page experience введен совсем недавно и возможно на выдачу кардинально не сказался смотрим дальше вот подавляющее большинство тегов заголовка google полностью остается ключевому слову которая не ранжируется оптимизация тайтлов колоссально важно действительно что это про это еще брендин говорил давным-давно что вы должны быть просто все отжидаем в тайтлах и действительно бороться за сетях и это важно и самое главное что авторитет страницы слабо коррелирует с рейтингом да здесь странички плохие хорошие вы должны этот момент понимать вот и что очень важно количество слов равномерно распределено среди топ-10 страниц средний результат первой страницы google содержит в среднем 1400 слов и об этом мы тоже будем говорить вот размеры штаммл страницы никак не связан с позицией то есть тяжелые страницы и легкие могут ранжироваться абсолютно на одинаковых условиях посмотрите на википедию и на какой-то крупный интернет-магазин или какой-то сервис вот микроразметка не коррелирует с более высокой позиции это тоже такой немаловажный факт да она является рекомендуема но отсутствие или наличие какого-то вида микроразметки не гарантирует вам попадение в топ-10 вот ну и соответственно очень важное время пребывания на сайте действительно коррелирует те сайты которые исследовались да действительно по ним если страницах проводят больше пользователя времени не покидает ее да не находится на более высоких позиций чем на более низких вот и конечно же если вы захотите почитать полностью это исследование я оставлю ссылочку на него в описании на оригинал первоисточник и конечно же сейчас мы будем разбирать все эти на примере того же сайта можно всегда изучить какие ссылки он получал и какой вес они ему передают очень удобно для анализа ссылок действительно остается инструментах репс без него пока действительно сегошники как без рук но существует и аналоги но мы будем говорить исключительно о них в первую очередь вы можете изучить все ссылки ваших конкурентов которые вы изучаете прямо в нем посмотреть где они делаются с каких они доминов понятно тем же тулом которая показывал можно вычислить конкретно домены которые вас интересуют по нужным вам критериям либо вообще просто скачать домены которые тут есть либо изучить ссылки которые делались за определенный период допустим там за 30 дней там за три месяца и там посмотреть какие появились новые какие утеряны и группировать там похоже либо ставить вообще одну ссылку на домен это действительно тул позволяет делать очень удобно и выловить нужные идеи ссылок для будущей вашей стратегии вы можете основываясь на определенных методах которыми пользуются ваши конкуренты следует помнить что некоторые ссылки конкуренты делают разными методами где-то они платят чтобы получить ссылку допустим так сложилась традиция что пресс-релизы в россии в украине нельзя получить не оплатив собственно за размещение пресс-релиза да так оно и есть бесплатно вас никто размещать не будет более того вы еще должны пройти так называемую как говорится квоты там подходить под критерий то есть не тематическую материал даже за деньги не возьмут хорошее издание даже за деньги не возьмет не тематическую как говорится публикацию это вы должны понимать поэтому когда вы выбираете домены для пресс-релизов выбирайте тематически с кем вы будете сотрудничать второй момент конечно же когда вы изучаете это помимо пресс-релизов можно ловить так называемые сайты где люди оставляют отзывы часто они будут закрыты от индексации типа но но вот закрыты но follow тегом эти ссылки но они тоже важны google уже намекал что он учитывает и no follow ссылки тоже если они популярны и по ним происходят переходы очень хороший метод поиска ссылок это так называемые странички вакансий огромное количество сайтов создается которые размещают вакансии есть и крупные если небольшие и можно создать соответствующие разделы и собирать информацию по вакансиям на них и на эти ссылки обычно деньги вы никакие не тратить также ссылки хорошо привлекают так называемые статейные публикации когда вы пишете хорошее исследование на которые люди хотят сослаться не во всех нишах работает но это возможно прекрасно работают инструкции и обзоры вы можете писать хорошие большие обзоры на тот или иной товар некоторые делают специально в карточке товара раздел обзор по которой формируется по определенной ссылке но прямо в карточке товара и открывается обзор я видел много раз когда такие обзоры собирали ссылки на разных нишек поэтому ребята кто занимается товарными продажами если вы хотите пишите обзоры прямо в карточке товаров это очень удобно на каноничной странице карточки товаров вы можете просто прописать большущий обзор и действительно сделать его популярным потому что люди начнут на него ставить ссылки где будут ссылаться и обсуждать его лучше всего работать инструкции обзоры и там сравнительные анализы или там опыт использования это действительно хорошо привлекает ссылки в будущем смотрим дальше на что можно обратить внимание есть так называемые форумы с форумами на быть осторожным люди на форумах могут обсуждать сами но для этого нужно брать какую-то тематику которую действительно будут обсуждать на форумы могут улететь товары с демпинговой ценой которая ниже чем у кого-то они могут туда улететь сами если вы это где-то пропиарить и вот и люди на форумах могут начать делиться самыми дешевыми предложениями можно собрать специальные ссылки на которых распечатаны самые дешевые предложения допустим вашей вашим товары где вы откровенно демпингуете рынок и они форумы любят все что дешево поэтому там это неплохо если у вас туристический бизнес то распишите какие-то хорошие гайды инструкции допустим как там что-то поехать как что сделать какие-то очень узкие форумы тоже могут на это сосылаться на эти материалы как инструктажи любое такое how to прекрасно работает еще неплохо привлекают ссылки в так называемой соцсети это рецепты и ну собственно то что это называется раздел инструкции тоже прекрасно можно разгонять по ссылкам и сейчас мода допустим вас первый год мода на вебинары вы знаете смотрите наши вебинары постоянно можно создавать ссылки на которые будут находиться в вебинары яркий пример вы сейчас зайдем на сел quick вот зайдем посмотрим ссылочки последние которые сделаны сел клика и выловим все где есть упоминание слова вебинар это легко потому что функционала хлеб со позволяет это быстро и просто сделать так это телеграммный давайте пожалуйста посмотрим так сил quick а это url страницы надо не url контент страницы содержит или title сейчас нужно вот собственно мы видим уже где мои вебинары собрали ссылки за какой-то период и чтобы понимали за эти ссылки мы не платили ни копейки создаете контент с вебинарами и собственно любитесь теперь маленький нюанс откуда стратегии нужно брать помните что когда вы работаете ссылочными стратегиями вы не должны полностью копировать конкурента вы так никогда его не обгоните вы будете просто его догонять и не факт что реально догонять с высокой скоростью ссылочные стратегии нужны для того чтобы вы их адаптировали под свою нишу и подумали как это реализовать у вас для вашего контента для ваше развитие поэтому ссылки конечно же должен быть качественные ссылки стратегии должны быть необычными и домены которые вы получаете должны превосходить ваших конкурентов и здесь действительно нужно внимательно все это изучать самый оптимальный вариант конечно же это попытаться скачать ссылки всех ваших конкурентов выловить те ссылки которые конкуренты делают общее эти ссылки к где каждый конкурент где-то отличился изучить их общей стратегии и подумать как можно какие стратегии адаптировать а какие можно забыть и не делать. Бесплатные стратегии можно потихонечку адаптировать под свой бизнес. Все, что требует каких-то денег, подумайте, какие реально эффективны, где они явно ссылки сделали мусорные, а где ссылки были хорошие и привлекли контент. Иногда, анализируя какого-то конкурента нижнего эшелона, вы можете увидеть клевую стратегию, которую вы сделаете лучше, чем он. Поэтому, да, действительно изучать нужно все стратегии, а выбирать для продвижения уже ту, которая окажется необычной. Резюмируем, какие же ссылки используют топ-сайты? Конечно же, они идут всегда с качественных доменов, они действительно имеют хорошие рейтинги, они тематические и ведут на тематическую релевантную страничку. Поэтому это очень важно. И следующий момент, который мы должны понимать, при анализе конкурентов мы должны изучать так называемые внутренние перелинковки. Ваш сайт – это не просто набор разных страниц. Ваш сайт – это некая структура, которая связана также с ссылками внутри и между собой. Вы должны убедиться в том, что все ваши страницы перелинкованы и правильно перелинкованы. Если представить себе Эйфелеву башню, и каждый ее узел – это страница, то каждая перемычка – это ссылка. Вот. И представьте себе, что вам нужно действительно построить грамотную Эйфелеву башню, чтобы она работала, чтобы она не развалилась. И действительно, правильное распределение веса было распределено корректно. Поэтому действительно, внутренние ссылки всегда важны. Большинство CMS уже имеют изначально встроенные ссылочные инструментарии. Но я даже видел на крупных сайтах, когда банально ошибка тех же скриптов, тех же неправильно работающих фильтров, приводит к тому, что некоторые страницы попросту для поисковика недоступны. Мы знаем, что Google не нажимает по-человечески на скриптовые кнопки и не видит контент, который появляется на скриптовых кнопках. Об этом я записывал в соответствующий подкаст. Советую посмотреть его, либо послушать его, и, конечно же, почитать. Вот. Следующее, что я бы хотел обсудить – почему у лучших сайтов, в которых находится так много бэклинков? Вот. Конечно же, это зависит от нескольких факторов. Это и качество контента у топовых сайтов, на них чаще ссылаются. Это и трюки, которыми пользуются топовые сайты, они их уже усекли и сделали, и на этом собрали ссылки. И, конечно же, изучить стратегии, которые делали ваши конкуренты, вам обязательно нужно. Вот. Контент, который создается, и он является магнитом для этих ссылок. Как действительно качественный контент влияет на количество ссылок? Как я говорил, что чем лучше контент, тем охотнее пользователи ним делятся, и, соответственно, его чаще размножают без вашего ведома, где вы не платили ни копейки. И действительно это так. Рассмотрим на нашем примере. Мы нашему сайту не покупаем никакие ссылки уже более нескольких лет. Вообще никакие ссылки не покупаются. Причина проста. Мы прошли этот период, когда за ссылки нужно было платить. Да, в какой-то момент вы дойдете до этого момента, что за ссылки вам, возможно, не придется платить, и вы станете достаточно сильными, и ваш контент будет действительно популярным. Но для этого нужно действительно сделать много шагов. Нужно создать качественный контент, на который люди будут ссылаться. И, конечно же, вы можете удивиться, что на самом деле на нашем сайте за последние три месяца появляется огромное количество ссылок. Если мы даже отсортируем по dofollow и сделаем по одной ссылке на домен, мы увидим действительно, что ссылок много. И, конечно же, даже вот если посмотреть, за каких-то три месяца, сколько у нас уже доменов? 507 уникальных доменов. Конечно же, у нас действует сейчас программа для студентов, про которую мы говорили. У нас есть большое видео на это, советую посмотреть. Это стратегия, которую мы активно себе внедряем. И постоянно увеличим количество ссылок на эти страницы. Но, например, мы можем увидеть, что у нас есть очень интересные странички, которые сделаны совсем недавно. Вот, например, совсем страничка, которую мы создали недавно. Ну, написали, страничку мы эту написали давно, но кто-то опубликовал эту статью недавно. Хотя такое чувство, что ссылка только сейчас была видна. Скорее всего, контент попросту обновили. Это сейчас, вы видите, это гостевой пост. Гостевой пост, который мы писали в 2019 году, который уже насобирал огромное количество просмотров. И гостевой пост – это пример, когда вы делитесь качественным контентом, а, собственно, владелец сайта его бесплатно размещает. Гостевой постинг – это условно бесплатный метод размещения вашего контента. И гостевые постинги бывают разные. Вы можете писать на сайты, которые принимают гостевые статьи, и можете писать статьи своим бизнес-партнерам. В первом случае, чаще всего, все взаимоотношения где-то четко прописаны. Вы просто e-mailите нужному человеку, предлагаете им написать гостевой пост. Он говорит, прекрасно, давай, вы размещаете, получаете контент, ссылку, площадка радуется. Есть целые сайты, которые действительно живут за счет того, что люди там публикуют свои статьи. Яркий пример, тот же Хабр. И, если не ошибаюсь, есть еще ряд сайтов, которые я сейчас не могу перечислить, так сейчас в уме, но действительно их много, вы на них часто сами натыкались, и там можно стать самым автором. Некоторые даже сам процесс гостевого постинга попросту автоматизированы. И другие сайты, которые не являются очевидными, как говорится, площадками, но у них чаще всего есть блог, но он плохой. Ну, то есть, у него действительно плохо со статьями. Видно, что пытаются, но не получается, потому что статьи так себе. И вы такой классный, у меня классный блог, классные статьи, и я тебе напишу статью. Он, конечно же, заради контента, потому что контент не очень, да, а вы знаете, как писать, хвастаетесь, говорите, вот у меня получается классная статья, они приносят кучу трафика, плюс у меня своя база имейлов, я пропиарю тебя. Конечно же, это работает. И вот этот метод гостевого постинга действительно хорошо использовать для продвижения. Вот. Яркий пример. Вот можно посмотреть недавнюю статью, которая опубликована на блоге RingoStat. Опубликована она в 2020 году. И мы, допустим, можем поискать нашу ссылочку. Сипя, сети, партнерские программы. И вот они использовали инфографику. Они взяли нашу картинку, но указали ссылочку на источник, на мою статью. И, как вы видите, качественным контентом может быть даже картинка, которую вы сделали на своем сайте. Убедитесь в том, что вы создаете не мусорный контент, а качественный контент. Даже работа вашего дизайнера может спровоцировать, чтобы у вас появилась ссылка. Это просто яркий пример того, что не всегда очевидны ссылки, за них нужно платить, за них нужно договариваться. Ваш контент просто могут изучить, если вы его правильно рассылаете, он доходит до нужных людей, а они берут этот контент. Вот. Смотрим дальше, что можно еще. Вот, например, как внешние сайты изучить и ссылки получить бесплатно. Посмотрим следующий сайт, так называемый Текстеры. Текстеры – это тоже агентство, занимается всего продвижением. И вот они написали статью в 18-м году, и мы поищем наш анкорчик. А наш анкорчик – это, если не ошибаюсь, очень полезная утилита. Вот мы этот сейчас фрагмент текста поищем, где же он у нас тут находится. Вот. Кому-то очень понравилась наша утилита. Вот мы ее нашли. Вот сейчас она. Собственно, как раз мы говорили про гостевой постинг. Это утилита, которая вот находится здесь. Это наша утилита для гостевого постинга, где вы ищете блоги и каталоги. Собственно, сейчас, по идее, должен подгрузиться скриншот. Собственно, с этой картинкой. Да, скриншот грузится тяжело. Вот. И, собственно, статейка, как говорится, написана не нами. Это не наша статья. Контент писали не мы. Конкретно утилиту пиарили не мы, но ссылочку мы получили на эту утилитку. И она действительно получает свой трафик. И убедитесь в том, что вы создаете качественный контент, то есть утилиты, сервисы, на которые даже ваши, возможно, конкуренты захотят поделиться. И это тоже работает. Поэтому, вот на примере нашем, мы рассмотрели несколько видов ссылок, которые можно увидеть. Это те же самые соцпрограммы, которые вот у нас есть на сайте. Это же, конечно же, блог и утилиты, которые пользователи хотят делиться. Также можно найти ряд статей, которые написаны были недавно. Вот. Например, тоже очередные публикации, которые там писались давным-давно. Но, вот, если не ошибаюсь, эти публикации даже писали не мы, вот, но ссылочки, которые и видосы тут есть, тут упубликованы. Вот. И, соответственно, здесь я рекомендую вам создавать такой контент, чтобы пользователи его активно использовали. Здесь яркий пример. Пользователи использовали наши видео и наши статьи. Соответственно, создавайте видео, создавайте статьи, на которые пользователи захотят создать контент и поделиться. Поэтому контенту, да, нужно уделять внимание, и они будут магнитами для ваших ссылок. По поводу качества контента и его улучшения. Вы можете улучшать контент свой регулярно, но не нужно это делать с маниакальной частотой. Помните, что если вы будете улучшать все свои статьи каждый день, то у вас не будет времени заниматься бизнесом. Поэтому уделяйте, разделяйте приоритеты. Что такое качественная, допустим, карточка товара? Это карточка товара, на которой действительно удобно заказать. Видна цена, видны условия доставки, условия покупки. Собственно, что в этот товар ходит, комплектация, обзоры, отзывы. И все это видно в очень удобном формате. Помещается в экран, либо это легко листается и быстро грузится. Что такое хорошая статья? Это статья, в которой материал не просто расписан, он может быть гигантский, может быть короткий, а его удобно читать и удобно вылавливать суть. И, что очень важно, удобная навигация, если материал достаточно объемный. Не нужно писать простыни, в которых пользователь будет только скролить. Сейчас уже методы классических лонгридов, возможно, не работают. Лонгрид радио лонгридов писать не нужно. Длина контента сейчас действительно начинает потихонечку отходить на второй план. Да, 1400 слов это действительно большой контент. Это сейчас считается нормой для хорошего тона. Но все же не нужно перебарщивать и делать его неудобным. И с одной собой вы должны понимать, что некоторые крупные сайты не всегда публикуют высококачественный контент. Но сайты, которые, собственно, находятся в топе, публикуют в целом, пусть даже редко, но действительно хороший контент. То есть никто в топе не клепает статьи пачками. Все публикуют точечно, хорошо, с хорошим дизайном, с хорошим удобством и тому подобное. А теперь разберемся, так ли действительно важна длина контента. Давайте внимательно посмотрим на это. Возьмем запрос «Обзор настольных часов» или там «Рейтинг электронных настольных часов». И вот мы видим странички, которые есть в топе. Давайте изучим, какая же длина слов у этих страниц. Для этих целей мы воспользуемся нашей же утилитой и возьмем там первые топ-10 как раз для нашего анализа. И для этих целей воспользуемся Excel и ставим их сюда. Вот наши странички, с которыми мы будем работать. И сейчас мы их копируем. И давайте посмотрим. Для этой цели мы зайдем на нашу утилиту и попробуем посмотреть на аудите сайта непосредственно, как у нас, собственно, с длиной контента. Наша утилита позволяет это сделать. Она анализирует длину контента и позволяет замерить ее, мягко говоря, объем. То есть, единственный момент, что нужно подождать. Он сейчас просканирует и покажет длину контента каждой страницы. Да, конечно, можно заходить, мерить каждую. Но когда у вас задача, как у SEOшника, работать с масштабами, то подходят, как говорится, в инструментах вы должны разбираться, знать, какие существуют. Мы создали тот, которого нам не хватало. Но в целом мы всегда создаем те инструменты, которые нам действительно не хватает для работы. И вот этот яркий пример, инструмент по анализу, собственно, вашего сайта, вот он здесь у нас доступен. Сейчас нужно местный момент. Итак, сканирование завершено, и мы можем изучить наши странички. И вот мы видим у каждой странички, какое число знаков. Мы можем развернуть все наши рекомендации и посмотреть, какое число знаков у той или иной странички. И мы видим, что страничка в топ-1 имеет меньшее количество слов даже, чем страничка в топ-2. И это действительно интересно. То есть люди не любят считать слишком большие простыни выходят, либо качество статьи, которое написано на меньшее количество слов, лучше. И вы можете обратить внимание, что дальше идут вообще какие-то даже местами гигантские странички. Но в целом, картина говорит о том, что есть даже какие-то явно попавшие каталоги, просто с большим количеством контента. Это явно ошибка. То есть оно нерелевантно. Это сразу видно. А вот страничка с обзором и топами, вы видите среднюю длину. Есть вот, например, вообще тут YouTube ролик. Ну, YouTube ролик, он и попал в нашу выдачу. Такие элементы надо чистить на старте. Итого, мы убедились, что длина контента не является таким прямым критерием. Есть некие лимиты, но больше не значит в первое место. Больше не значит лучше. Важно качество. Выходит, что на качественный контент нужно действительно затрачивать усилия. Почему? Потому что чем более качественный контент, тем охотнее люди ставят на него ссылки, тем охотнее его кликают. И это приносит определенные плоды. Ваша страничка занимает топ, она потом помогает при перелинковке, она вытягивает ваш сайт наверх и в целом облагораживает ваш домен. Потому что на ваш домен тоже должны ставить ссылки другие домены. И их количество должно расти. Поэтому, да, действительно нужно уделять внимание, затрачивать усилия. Это ваш магнит, это ваше будущее. Сайт без контента в топ-10 практически не попадает. Просто мусорные сайты в топ-10, в топ-1, и вы их там попросту уже не увидите. Время сейчас чуть-чуть другое. В высококонкурентных нишах пробиться становится все труднее и труднее. Часто ко мне приходят клиенты, которые просят продвиньте, пожалуйста, мою страничку с третьей позиции на первую позицию. Или там, допустим, нас там интересуют вот такие-то ключевые слова, поднимите их на такие-то позиции. Раньше это было легко. Вы заходили, накупали ссылок, накупали анкоров, брали копирайтера, оптимизировали текст, переписывали тайтл. Ну, последовательность не так важна. Но в целом выстраивали ссылки, накидывали просто кучу ссылок на эту страничку с разными анкорами, их комбинациями. Был определенный процент анкор без анкор. Вы можете даже сейчас это все нагуглить. И так называемые ссылки, которые там типа тут, здесь, там, сюда, и с околоанкорными текстами. И, условно говоря, работали на грани фола, чтобы не получить санкции от поисковых систем. Google сейчас не штрафует вас за плохие ссылки. Он их попросту игнорирует. Сейчас эта работа выглядит пустой. Ссылки, которые явно покупные, бесполезны и не дают никакой ценности пользователю на ваш сайт. Поэтому сейчас стратегия идет совсем другого типа. Вы должны адаптировать контент под пользователя, изучить топ и адаптировать свой контент так, чтобы он был лучше. И после этого действительно работать над так называемыми хостовыми факторами, улучшать ваш сайт в целом, наращивать ссылки с разных сторон. И если вам нужно прокачать, допустим, страничку, посвященную там настольным часам, заведите хороший блог про настольные часы. Зацепите все тематики, распишите их в хороших статьях и сделайте своеобразную энциклопедию. Если вы крупная компания, которая планирует работать на гигантский рынок России или Украины, сделайте себе страничку в Википедии. Зарегистрируйтесь в Google My Business, наладьте поток отзывов. Подумайте над этими моментами, которые кажутся неочевидными трюками в SEO, но действительно над ними нужно работать. И многие это действительно игнорируют и этому проваливают. Обратим внимание на тот же сайт, который мы сегодня рассматривали, BestWatch. Мы видим, что по брендовому запросу он даже крутит рекламу и правильно делает, потому что может крутить рекламу кто-то другой. И действительно так все делают. Да, можно увидеть, что у него 6 филиалов. И действительно все 6 филиалов можно увидеть сейчас в блоке карты. Вы можете вкликнуть в каждый из них и посмотреть, что карточка в Google справочнике, в Google My Business оптимизирована и прописана. Здесь много чего заполнено. Явность фотографий, то есть пользователи, владелица действительно ним занимаются. На нем появляются отзывы. И отзывы появляются пусть даже с определенными интервалами, но в целом появляются. Даже один был 4 недели назад оставлен на этот филиал. Озаботиться о том, что отзывы падают на каждый филиал действительно нужно, потому что чем больше вы собираете отзывов, тем лучше. Есть прямая корреляция между отзывами. Оптимизировать карточки обязательно нужно. Прописывать, где вы находитесь. Более того, если у вас не получается работать с Google My Business, там есть справка. Можно всегда созвониться с ними, списаться. Можно задать уточняющие вопросы, если не ошибаюсь, по e-mail. То есть в целом, на самом деле, ничего сложного там нет. Описание, которое нужно заполнить. Обязательно нужно сделать фотографии. Более детально мы как раз записываем сейчас большой гигантский ролик по поводу того, как оптимизировать карточки в Google My Business и в Яндекс справочнике. Да, есть же еще и Яндекс справочник. Будет скоро на нашем канале. Поэтому в Яндексе, напоминаю, что вбивая тот же брендовый запрос, вы точно так же увидите Яндекс справочник. Он выводится здесь. Здесь тоже есть свой рейтинг. Здесь тоже прописано свой адрес. Здесь тоже нужно агрегировать отзывы. Отзывы проверяются сейчас Яндексом. Это тоже такая недавняя ситуация. Накручивать отзывы сейчас не рекомендуется. Это очень такой ключевой критерий, на что нужно обратить внимание. Фотографии нужно действительно загружать самому. Просто за вас их туда никто не будет загружать. Поэтому для вас это ваш Инстаграм. Это Инстаграм вашего бизнеса. Это карточка Google My Business и Яндекс справочник. Это то, где вы должны сейчас работать. Ваши СММщики должны знать об этом, развивать это. Сейчас СММщик, который знает только ВКонтакте и Инстаграм, это уже не СММщик. СММщик должен сейчас уметь работать с этим сервисом. Это ваша будущая социальная сеть в ближайшие годы. И действительно с ними нужно работать. Они дают клиентов. Они реально помогают додавить клиента до сделки. Поэтому локальному бизнесу однозначно нужно не забывать об этом. И когда я делаю анализ конкурентов, я всегда говорю, что смотрите, у вашего конкурента из Google My Business. У него там куча отзывов. У него там все заполнено. У вас пусто, ничего нет. И здесь я не могу сказать, не повторяйте за конкурентом. Здесь я тебе скажу, обязательно сделайте как у конкурента. Иначе вас попросту никто не увидит. Это факт. Добавление и оптимизация вас в сервисах Google. Это обязательно. Вы должны за конкурентами просто сделать все и даже лучше. Итак, мы переходим к тому, кто должен заполнять весь этот высококачественный контент. Кто должен писать текст, кто должен делать фотографии. И здесь я ставлю четкую жирную точку. Это должен делать контент, создаваться клиентом, либо его специалистами. Ни в коем случае не привлекайте каких-то сторонних специалистов, которые не имеют ничего общего с вашим бизнесом, либо в него не вовлечены. Объясню простым текстом. Если вы пишете статью, вы должны добавлять в нее фотографии, например. Да, какие-то фотографии, какие-то схемы. Что делает плохой автор? Он их тырит с интернета, делает простенькую Photoshop, если надо, а то и бывает и вообще не делает, и заливает это все в статью. Вы получаете статью с неуникальным контентом. Чаще всего это какой-то пустой рерайт, который вам просто сдан за деньги по дешевке. Реально. Сейчас на этом живут все биржи. Все текстовые биржи создают таким образом контент. Действительно, вот хороший был анализ в прошлом видео, в котором Анатолий Литовский проводил вебинар, так называемый подкаст-вебинар, где сказали, что нанимайте студентов. Студентам всегда нужны деньги, они готовы трудоустроиться к вам на удаленку. Дайте им фотобанк, покажите им, как писать контент, проверяйте, рецензируйте его. Поэтому да, контент должны создавать вы, либо ваша команда. Например, хорошо это работает в СМИ. Там журналисты, как говорится, по умолчанию, они эксперты в разных темах. Но никто мешает вам писать о своем опыте. Например, как у нас написаны статьи про SEO-продвижение. Вы можете в этом убедиться, перейти в нее и посмотреть, что наша статья про SEO-продвижение в ней расписан в наш исключительно опыт. Либо вы можете нанимать непосредственно опытных писателей для своего сайта. Например, вот та самая статья, которую написал Анатолий. Она переписывалась уже много раз. У нее гигантское количество просмотров. И прелесть этой статьи, она, собственно, и начинается с нашего анализа конкурентов. И здесь, в этом анализе конкурентов, собственно, очень простым языком написано, что Илон Маск не пытался конкурировать с Toyota и BMW, где они сильные. Он взял направление, где его игнорируют электроавтомобили. В этом суть. Не конкурируйте там, где уже конкуренция сильная. Найдите место, где они упустили. Это красная нить вообще анализа конкурентов. И Анатолий прямо с этих фраз начинает. Эту статью, собственно, и написал Анатолий, потому что он ориентируется на опыте, а не просто отрерайтил где-то ее. Вам напишут, если вы попросите написать статью про SEO, вы увидите очередной рерайт. Ради эксперимента просто зайдите на биржу, потратите какие-то количество кромных и закажите статью про SEO продвижение. И что вы получите? Какую статью? Она будет интересна или нет? Ей захочется поделиться или нет? Вот давайте в комментариях такой коротенький ликбез. Попробуйте сами. Закажите у своих копирайтеров, потратите какую-то сумму денег. Или по вашей тематике. И посмотрите, что вам пришлют. Если вам прислали шедевр, напишите. Мне прислали шедевр, я добавил на сайт. Во всех остальных случаях напишите, что прислали реально. Вот хотим фидбэк такой в комментах. Как вы видите, статья структурирована, разбита по блокам. Блоки короткие, чтобы вы могли уловить саму суть. По поводу того, что если у вас не хватает, как говорится, сил, вы всегда можете привлекать сторонних авторов. Сторонними авторами, например, вы можете увидеть, что часто являются у меня гости на наших, которые посещают наши вебинары. Они пишут нам, собственно, другого типа контент. Либо уж, условно говоря, это могут писать другие авторы, то есть не из нашей команды. Например, можно найти статьи, которые писали давным-давно в прошлом, другие копирайтеры, которых мы привлекали. Действительно, это можно у каждой странички посмотреть, кто они, где они учились, чем занимаются и тому подобное. Собственно, контент не обязательно статьи. Это могут быть подкасты, это могут быть видео и тому подобное. Все что угодно. То есть мы в этом плане действительно стараемся делать контент разный. И для этих целей действительно привлекаем других авторов. Как вы видите, огромное количество авторов участвует в создании контента на сейф. Ничто не мешает организовать это у вас. Вам мешает лишь только нежелание, возможно, меняться и внедрять что-то новое. Но часто бывает, что вам некому писать статьи, либо в вашей нише это довольно сложно. Вам статьи пишут, а вам, как говорится, кто-то другие люди, но хотите вы как-то все-таки закрепить, что они экспертные. В медицинской нише это работает. И, например, вы можете брать опыт действительно из медицинских ниш. Например, когда статью пишет один автор, а проверяет ее другой. И отмечать, кто рецензент статьи. И действительно делать кликабельную страничку, как новому автору, который, собственно, только-только, допустим, студент, кто-то что угодно, но он уже есть как автор. Но рецензентом выступает кто-то другой. Например, я напишу статью, а ее рецензирует Михаил Шакин. Или наоборот, или какие-то другие варианты комбинаций. На самом деле, допустим, напишу статью я, Михаил это рецензирует, мы ее разместим, допустим, на блоге Михаила, я свою статью, и она будет проверена Михаилом. Это будет гораздо лучше выглядеть, чем просто статья, которую просто написал один я. Потому что этот момент тоже можно использовать, допустим, для ваших статей. Трюк рабочий и действительно приносит действительно плоды. Поэтому рецензенты статей – это то, что вы можете внедрить на своем сайте без каких-либо трудностей и усилий. Правильная микроразметка, правильный контент, правильный дизайн и функционал вашего ресурса. Также вы должны понимать, что колоссальное значение имеет пользовательский опыт. Сайты, которые я сегодня показывал, у них классный дизайн. Наш сайт, сайт тоже доктора Лукашука о клинике. Множество других сайтов, которые вы можете сами нагуглить, у них всегда классный дизайн. Почему? Потому что есть так называемое понятие пользовательского опыта или, так как вы слышали, user experience. Пользовательский опыт измеряется несколькими критериями. Мы об этом делали ряд вебинаров. Советую посмотреть академическое SEO вместе с Артуром Латыповым. И там это мы разжевывали критерии, которые определяют, хороший сайт или плохой. Именно математические критерии. Это, собственно, ласт клик, это возврат в поисковую систему, время проведения на сайте, взаимодействие с контентом на сайте. Это все является ключевыми критериями. Как измерять их, этот ваш user experience? Вы можете просмотреть серию вебинаров с Иваном Пальем, где мы рассказывали про Google Optimize, где мы рассказывали про Tag Manager и как настроить отслеживание полезных действий на вашем ресурсе. Это все можно делать там. Поэтому пользовательский опыт колоссально важен. Вы должны мониторить его. Здесь не SEOшник вам нужен. Здесь нужен действительно хороший маркетинг отдел для того, чтобы этим заниматься. Часто владельцы сайтов – это один человек, небольшая команда людей, и они не уделяют этому внимания. Сейчас время, я создал сайт, и он у меня работает, потихонечку проходит. Вас вытесняют более сильные сайты, более крупные сайты. И если вы не видоизменитесь, не будете уделять вниманию этому, вас рано или поздно просто этот паровоз рынка растопчет и выдавит. И вы не сможете нормально зарабатывать. Раньше были сайты, которые занимались такси. Сейчас их попросту нет. Их выдавили так называемые крупные программные проекты, которые, собственно, являются агрегаторами такси. Тот же Uber, тот же Bolt. Сейчас нет сайтов такси. А буквально я когда в 2016 году работал, их было много. И действительно, это так и есть. Такси потихонечку выдавились из рынка и остались на уровне местных туристических трансферов. Но мы говорим про анализ конкурентов. Как вы можете оценить намерения пользователя по ключевому слову? Оптимальный способ – это собрать по нему выдачу и изучить те странички, которые вы скачали. Да, вы должны их изучить как хороший маркетолог. Их контент, их структуру, что на них написано, на какие вопросы эта страничка отвечает. Для удобства можно у этих страничек скачать их ключевые слова в топ-10. Нас интересует только топ-10. И посмотреть, действительно, за счет чего эта страничка держится, по каким запросам она кликабельна. Как мы говорили, скорость не оказала должное влияние, но на самом деле сайты, у которых мобильная версия грузится больше, чем обычно, действительно не заслуживают доверия. И вы такие сайты точно не встретите в топах. У вас может быть не зеленая зона, а желтая, но вы можете находиться в топ-10. Но редко вы увидите сайты с красными показателями в топ-10, по крайней мере, в топ-1. Вы вряд ли там увидите эти сайты. Поэтому скорость действительно важна, и ее важность, скорее всего, возрастет к концу года. Поэтому мы рекомендуем пересмотреть, провести анализ скорости загрузки. У нас есть хорошее видео про скорость, советую его посмотреть. И мы также проводим аудиты скорости загрузки и выписываемся баги для программистов, для их исправления. Чаще всего вопросы заключаются в неправильной работе скриптов, неправильной работе стилей, и так называемые, когда загружаются лишние стили, которые на странице не нужны по тем или иным причинам, то есть, но они почему-то есть в теме. И так называемые баги, просто связанные с изображениями неправильной загрузки, выбор неправильной загрузки нужного изображения, и порядок этих элементов. Как измерить скорость загрузки сайта? Например, мы возьмем нашу же статью, которую мы хотим измерить. Конечно же, самый простой способ – это зайти на сайт PageSpeed. Мы заходим на PageSpeed и вбиваем нашу страничку. Проще, метода действительно нет. Это самый простой. Вы можете это сделать самостоятельно. Возьмите те страницы, которые должны приносить вам трафик, это там, не знаю, карточка товаров или категория, ну, та, которая выводится по вашему ключевому запросу, и забейте ее в PageSpeed, и посмотрите, какие у нее показатели. Как вы видите, у нас ситуация как раз на момент записи видео плачевная, нам нужно кое-что исправлять. У нас посыпалась мобилка. И вот с этим действительно факт, что мы доработаем над этим. И здесь мы можем выловить эти ошибки. Соответственно, второй способ, это воспользоваться нашей утилитой. Вы можете забить список ваших страниц, нажать снять PageSpeed Report и посмотреть, а какие ошибки действительно являются ключевыми. И отсортировать их по байту. Вот, например, неправильный JavaScript. Вот мы видим, что скрипт Recapchi, неиспользуемый CSS, соответственно, который мы можем увидеть. То есть, где у нас кроются косяки. И вот с ними можно увидеть. Вы можете для удобства скачать эти все ошибки одним присестом сразу в виде Excel. То есть, и вот она скачает его в виде документа. Все ошибки для вашего программиста в готовом виде. Вам даже не нужно брать для этого там Screaming Frog или другие сервисы. Это все можно сделать прямо на нашей аудите, выкачать и дать непосредственно вашему разработчику на исправление. Он будет видеть, где сразу, увидит, где ошибки. Он может потом удалить дубли и отсортировать там уникальные баги, которые он видит. Вот. В этом плане наш тул действительно очень удобен. И мы его всем рекомендуем. Он умеет делать PageSpeed и умеет делать отчет сразу из них. Поэтому пользуйтесь. Тул действительно очень удобен. И для анализа конкурентов, анализа собственного сайта, он однозначно вам пригодится. Он может сканировать все сайты вне зависимости от домена. Вы можете накидать в свой список сайты с разных доменов и просканировать их целиком. Либо все страницы с приоритетной своего домена и просканировать прямо их здесь. Либо перейти и посмотреть, как у вас с тайтлами, с дескрипшенами, с контентом. И что можно улучшить и исправить. И напоследок же я могу сказать, что при анализе конкурентов вы можете натыкаться на сверхбольшие сайты. Например, допустим, агрегаторы, как мы говорили, всевозможные конструкторы. Как конкурировать с ними? Яндекс просто забит мины. Конечно же, оптимальный вариант это начать с ними сотрудничать. Они не просто так залипли в топе и где-то вы недополучаете трафик благодаря им. Конечно же, нужно смотреть эти агрегаторы, тестировать, добавлять себя и проверять, дают ли они вам продажи или нет. Сходится ли математика у вас, экономика между затратами, которые вы тратите на размещение этих ресурсов, и доход, который они приносят. И, конечно же, внутри них конкуренция работает по совсем другим принципам. Там у вас есть тоже свои рейтинги, свои отзывы, своя конкуренция по ценам, по условиям и по наличию, и с этим приходится тоже работать. И для этих целей явно нужен не SEOшник, а специальный менеджер, который занимается агрегаторами. Да, потому что на это действительно тратится уйма времени, если у вас достаточно огромные позиции товаров. У нас был для нашего интернет-магазина всегда отдельный человек, который занимался мониторингом цен, наличия и следил за прайсами, что изменилось на рынке, и давал отчеты, по каким конкурирующим позициям мы отстаем, и вовремя выключал их из рекламы, если они нам не нужны. Они нам, допустим, сливали продажи, сливали расходы, и, собственно, выводил маржу в плюс. Поэтому, да, с агрегаторами иногда нужно просто сотрудничать, с ними бороться бесполезно. Монстра агрегатора передавить невозможно. У него гигантское количество страниц, и, что самое важное, агрегаторы являются очень полезными для пользователя, и, соответственно, занимает более высокие позиции. На этом, собственно, все. Я постарался по максимуму рассказать, как мы проводим анализ конкурентов. Надеюсь, вам было действительно много чего интересного и понятно. Если что-то непонятно, напишите в комментариях. Мы постараемся в следующем видео разжевать это более детально, какие-то отдельные элементы. С этого начинается продвижение сайта. Вы должны понимать принципы, вы должны понимать, на что смотреть, как делать, как анализировать, и, конечно же, задавать вопросы, что нужно делать для того, чтобы твой контент был лучше. С вами был Николай Шмичков. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.